Привет всем! Сегодня у нас 20 сентября и пришли убирать в теплице остатки перца и помидор. Такой перчик. Таз маленький, надо будет побольше брать. Такой вот он. Потому что этой ночью уже заморозки должны быть хорошие. Нужно будет весь собирать помидорки вот такие вот. В принципе тоже нормальные, все целые. Поэтому сейчас будем собирать их. Такие вот томаты. Это евпатор. Два кустика оставалось. Тазик с них насобирали. Ну и перец. До этого его укрывали на ночь укрывным. А сейчас уже как бы смысла нет. Заморозки будут посильнее. Надо будет весь его убрать. Хороший перчик вырос в этом году. Вот такой вот получился урожай. Тазик перца. Огурчики еще оставшиеся собрали. Ну и помидорки. Вот это вот перец. Толстый барон такой вот. Желтый перец это белое золото. А вот этот перчик это мавр. Вот с двух с половиной метров перца, которые были посажены и все лето как бы собирали, ели перец. Ну вот такой вот получился осенний урожай. Большую часть перца будем скорее всего замораживать. В какой-то салаты используем. Ну и помидорки. Они кстати очень долго лежат и не портятся. Очень хорошие именно для длительного хранения. Ну и цветут еще питуньи. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня будем нарезать перец и замораживать. Вот такой вот красный перец. Еще и зеленый, который уличный. Вот он вырос, но не поспел. Такой вот перчик. Очищаем наши перцы. Разрезаем сначала на половинки. Потом вот такие вот небольшие полоски. И нарезаем мелкой вот такой соломкой. Субтитры подогнал «Симон» Вот такая вот получается смесь из красного, желтого, зеленого перца и капусты цветной. Для супов очень хорошо она подходит. И отдельно смешаю красный, получается желтый, зеленый перец для пиццы. В такие небольшие пакетики. Очень удобно, когда готовишь пиццу, добавлять еще вот такой вот нарезанный перчик. Очень вкусно получается. Поэтому такие вот заготовки. Но вот эти пакетики для пиццы. Очень он быстро уходит. Ну если, конечно, часто готовите пиццу. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь тем видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.